привет сегодня у нас будет влог я вам покажу как мы провели выходные свои со своей семьей будет немножко знаете как всегда это у меня бывает спонтанно я не умею особо снимать какие-то влоговые ролики но немножечко поделюсь с вами поэтому приятного просмотра вот наша гостиница беларуси называется отель беларусь двадцати двухэтажные три звезды очень понравилось могут зашли уже осмотрелись сейчас пойдем погуляем по реке свитлыч ура комната быстренько мы только зашли сниму рум-тур как рум-тур что у нас здесь есть но маленькая кстати фен есть я с собой привезла кстати даже есть шапочки для душа жидкое мыло туалетная бумага все как положено душевая кабинка небольшая полотенчики полотенчики тут все очень-очень культурно тут шкафчик так а вы мне сейчас кадр попадете вот такая комнатка хочешь быть в кадре а мне-то взять надо друзья по сути всего в беларуси уже весна тут снега нет хотя у нас еще очень холодно у нас снег ну минус два ночи красота а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 непоправимое случился теракт ну так как мы уже были в дороге и все это узнали когда мы ехали получилось так что нас как раз таки проверяли два поста с автоматами потому что я живу около брянской области именно там где и на самом деле было очень страшно когда мы все это мы как бы в процессе вот это все читали я все новости читала следила и это было конечно мы не описать словами я очень восприимчива к таким новостям нет слов чтобы это описать правда нет слов но так как мне в этот момент мне максимально нужно было вообще со своей семьей именно провести эти выходные потому что у нас происходят свои также всякие дела и события в жизни и совпало так еще что вот эта трагедия была да конечно же я хочу сочувствовать всем конечно же это невосполнимые потери и мы в минске здесь всех баннерах висит что минск скорбит вместе с москвой это ну нет слов друзья мои правда и я в такие моменты зарываюсь просто с головой не хочу ничего говорить и просто хочется это прожить знаете жизнь со своими близкими что я и делаю вот именно такие моменты начинаешь ценить жизнь и собственно говоря поэтому я вам показываю я сегодня что снимала даже практически мало чего комментировала потому что я осталась в принципе в приятном восторге от города не знаю я вот знаете я снимаю по свои как бы путешествия выходные но так как я не умею на самом деле как-то комментировать эти все там исторические факты я просто наслаждаюсь моментом наслаждаюсь жизнью снимаю это в принципе для своего семейного архива ну и делюсь с вами немножко показываю как вы видите наверное да выгляжу я сегодня не очень все потому что я сегодня спала всего лишь четыре часа за сутки и плюс вот эта вся дорога да и много эмоций надеюсь что завтра день будет уже получше завтра выйдет ролик на канале запланированный который я сняла еще две недели назад вы его увидите наверное воскресенье а вот я сниму возможно через неделю когда у меня будет настроение когда я его отредактировать прошу правильно отнестись так вот я сегодня осталось приятным впечатлением от прогулки завтра у нас намечается мы сегодня выспимся потоспимся отдохнем наберемся сил и завтра с новыми силами свежие и бодрые я думаю у нас будет целый день мы поедем национальную библиотеку как она называется в минске есть я нам тихо говорю поедем в библиотеку мы поднимемся наверх и надеюсь потому что здесь все работает ничего не ограничено и может быть оттуда что-то вам подробнее расскажу город я снимала я может быть сверху голос буду накладывать я не знаю как это будет у меня в логе мало смотрят в принципе снимаю их для своей семьи для архива ну и делюсь с вами мозаика причем выложена очень уютные улочки французы запрошаем нам куда всем привет немножечко получилось не знаю что говорить мы отдыхаем гуляем наслаждаемся хотя и дождик пошли 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 нет несколько накатывали потому что приятно подышать в воду давайте посадим магнитно мастер мастер очень красивый высокий такой интересный архитектура конечно удивляет и восхищает так что не вот ну все у ну вообще вот ничего нет хотели зайти в музей кота а воскресенье и субботу и у Вот так вот. Увы, случайно еще наткнулись на эту улицу граффити известную. Но мы не стали полностью проходить до конца. Потому что погода не ледная. Плюс 4 градуса. А вот мы пришли до такого важного исторического места в Минске. Эти два здания. Я посмотрю, подочнее как это называется. Пишу. Очень красиво. Высокое, высокое. Серп и молот, конечно же. Наверное. Что здесь? Молотал. У нас полтора часа, мы приедем. У нас полтора часа останется. Достаточно. Вот это библиотека. Впечатляет. Еще мне нравится. На домах вот эти рисунки красивые. У нас есть целый проспект с такими. Это у вас устати. Стань. Пойдем сейчас гуляем. Ну что, мы на первом этаже. Здесь картина. Посмотрим как гуляет. Здесь есть картинная галерея на втором этаже, да? Видишь, это акция бед. А здесь читальный зал, там люди занимаются, видишь. Нам туда, наверное, не надо небольшая картинная галерея. Здесь агитационные плакаты. 1975 год. Ишла священная война. Вершили мы свой правый суд. И полдонок фальшивский спрут. И свет угвет за на весна. Агитационные плакаты. Это вот 1969 год. И, наверное, не буду все снимать. Так, немножечко поделюсь с вами. Здесь сверху вот, ребята, наверное, школьники на экскурсии. Если вам интересно, немножечко вот так. Когда Брест и Беларусь были сопротивлены от немецко-фашистских захватчиков. Тоже видишь геннадзиад белорусского народа? На шестом нет. Ага. 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 Так спокойно здесь. Устали. Мы сегодня ходили пять часов. Пять часов. Я не знаю, сколько мужиков прошло. Наверное, тысяч тридцать. Я не знаю. Мне кажется, больше. Мы ни разу не становились на одном месте. Мы все время гуляли. Вот вон-то посмотрели. Картинную экспозицию. Это мы на Центральной библиотеке Национальной. У нас по травмоплощадке на 23 этаже. По-моему, 73 метра. Друзья, у нас сегодня у нас осталось пару часов в отеле. Но мы сейчас погуляем. Да, забыл совсем сказать. Здесь казино. И казино есть практически везде. И в таких тихих местах. Ну, естественно, на больших проспектах. Ну, и при гостиницах тоже. Но так как я человек не азартный. И я, в принципе, вообще не играю. Поэтому меня это не очень интересует. Вид, конечно, прекрасный. А я, кстати, говорила неправильно реку. Называется она Свислач. Я ее почему-то Свитлач называла. Название красивое, такие переливающиеся. Сейчас мы еще пройдемся. Возможно, еще что-то поснимаю. Спасибо, что вы со мной. А птички-то поют уже. Весна. Близимся к лету. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Скоро все зазеленеет. Все идет к тому. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.